всем привет в общем на улице у нас ночь но мы решили сегодня накрутить колбаски чтобы она ночь выстоялась и завтра все это отправим в коптильню стандартный набор 3 килограмма говядины 3 килограмма свинины 3 килограмма сала половина порезано кубиками мелкими там где-то ну 5 миллиметров на 5 миллиметров в среднем и половина сала прокручена мясорубкой вот на такой фарш крутили решеткой в 4 миллиметра сала прокручена на mercedes и вот такая вот решетка с тремя отверстиями по соли соль поваренная плюс нитритная в пропорциях 50 на 50 9 килограмм мяса 144 грамма соли мы кладем 16 грамм соли на 1 килограмм продукта по госту там вроде то ли 19 то ли 20 но у нас соленая приправа поэтому мы кладем соли меньше фарш кстати подмороженный так что температура здесь у него где-то 12 градуса не больше сначала замешиваем фарш потом добавим сама сейчас уберу потому что то можно его уронить просто-напросто сначала маленько перемешаем и начнем потихоньку солить по всему тазу так ну и специи тоже высыпать все и сейчас наверное минут 10-15 точно месить надо до мешали фарш до такого состояния вот что вот он держится прям на руке и теперь сало добавляем и также сало равномерно по всему мясу все вроде перемешали здесь уже пробные несколько штучек как заводская получается давай так бывает давай шоу ехали сын только не торопись а а Зато в коптильные пойдёт. Время пол третьего. Закончили. Закончили крутить колбасу. Вот столько вышло в готовом виде. Но диаметр 35-й. Если был бы полтинник, было бы, конечно, половче и побыстрее. Но на будущее буду, конечно, умнее. Надо смотреть и читать описание товара. Ладно, на сегодня день заканчиваем. Так что завтра начнём всё это готовить. Колбаску накрутили. Сейчас пойдём отдыхать. Всё, сейчас спать. Начнём готовить. Готовить колбаску будем в той же коптильне от компании Хобби Смок. Она у нас уже практически на стационарном месте. Единственное, сегодня пока будут проходить некоторые этапы, сделаем вывод дыма на улицу. Всё это я купил. Но пока развесим колбаску. А всё остальное потом... Ещё такая же партия. Развесили колбаску. Посчитал. 23 здесь палочки. В общем-то, если бы чуть-чуть они короче были бы, то можно было ещё стелить второй ярус и туда что-нибудь вешать. Потому что место ещё достаточно свободно осталось снизу. Запустили коптильню в работу. Так что ждём колбаску свою домашнюю деревенскую. Тут идёт процесс ремонта квадроцикла. В общем-то, есть такие моменты, которые надо отремонтировать. По поводу выхлопной. Про прокладку-то я говорил. Оказывается, просто отломало крепление и пружины не было. Но это дело добавили только сейчас. Экрана нет. Будет греться пока у нас пластмасс. Пластмасс. Временно ставим паранит. Но надо смотреть, делать какой-то экранчик. Иначе можно загореться. Вот тут-то дырка. Я здесь не буду делать. Вот так это отрежу. Шпильки, кстати, одной не хватает, к сожалению. Шпильку надо заказать. Здесь идёт бортировка колёс. Сейчас стояли камеры с двух сторон. Ну, в общем, сейчас маленько надо было кое-что подделать. И хотел сегодня поставить вот эти колёса. Не знаю, успеем, не успеем. Проверить, что это вообще такое. Как это ставится, пока я ещё не разобрался. Ну, охота попробовать, посмотреть, как он управляется вообще с ними. И что это вообще такое. И с чем его эксплуатируют. Ну, а пока вот так вот занимаемся ремонтом. Пока там коптилочка работает. Здесь ковыряемся с квадриком. Есть небольшой момент по раме ещё. Вот такой вот. Ну, ничего, надо будет подварить. Да это мелочи. Это поправимо. Свои специалисты дома все. На все руки. И механики, и сварщики. Что только тут. Колбаску мы нашу поднагрели, подсушили. Сейчас надо поджарить. Запускаем дымогенератор. Хорошо работает. Дымогенератор работает отлично вон там. Вывод дыма я сделал на улицу. Здесь, как ни крути, всё равно закрытое помещение. Обычная гофра просто для вытяжки, для вентиляции. Диаметр сотая. Там скотчем утонул, чтобы она там не болталась. Ничего. Это чё? Печка заплатил? Дым идет? Чё? Завелся? Пришёл проверяющий. У меня же раз проверять. Ничего там. Чё не качает? Всё. Вот так это дело у нас дымит, коптит. Здесь никому мешать не будет. Это у нас пристрой в гараж. Это не дом. Так что не переживайте. Дом у нас вон в той части. А это просто пристрой и вход в гараж. Всё. Коптильня у нас сейчас на штатном месте на своём находится. Будет стоять и зимой и летом. Здесь ни вода, ничего не выпадает. Ни снег. Так что прям нормально будет. Несерьёзно, Павел Кат? Подварили. Должно держать. Есть аккумулятор на место. Аккумулятор на место, так ладно. Да. Крышку взяду у тебя пока. У меня с моего уже утащили. Ну а чё? Сейчас вылезли. А что ты мой уже кладик разбомбят? Пока тебя не было. Так что. Ничего ты. А, крышки там лежали. Ну. Я помню. А где ваша крышка? Вставили? Вставили? Она сломалась. А ё-моё. Чё делать? Заодно вперёд ставят. Заодно вперёд. Заодно вперёд. Куда-то ещё суппорт потерялся. Тормозной. Да, это мелочи. Это когел. Да, это фигня. Даже тут вот и погнул там маленько, да? Это выпильник надо, да? Да, это мелочи всё. Под шаманем будет как новый. Это надо будет купить. Это как оно? Не краска продаётся, а баллончики какие-то. Да что ты, блин? Ставь. Это ты свой будешь с баллончиком. Да как она не может? Чем там я не знаю. Продается, который блеск наводить. Чё по это? Расширители как можно? Что по это? Белки, медведи? Офигели. Какие белки? Ну я не знаю, перед кем там в лесу собрался. Блеск наводить. Надо что было в длительном подловить. Поставили на место колёсики. Всё подварили. Кое-где что-то подделали. Расширители не поставим, потому что нету гаек специальных, длинных. Только шпильки. В общем надо заказывать где-то это. Гайки специальные, чтобы их установить. Так. Всё. Сейчас седло только поставить на место. Ладно, с квадриком всё ясно. Я смотрю уже, колбаса у нас полностью должна быть приготовленная. Отрубаем. 70 градусов в колбасе. Как говорится, что, вскрываем. И смотрим, что же у нас тут. Вот такое вот. Сейчас покажу поближе. Вот так выглядит конечный результат. На вид красиво всё. Сейчас ждём минут 15-20. И далее уже будем окунать в ледяную воду. Чтобы наша оболочка не прилипала к продукту. После копчения коптильня практически вся чистая. Единственное, что маленько накапало на поддон. Но здесь надо было постелить просто бумагу, как я делал в прошлый раз. И вообще можно было даже не мыть. Дал немного остыть колбасе. Ну, после копчения. Минут 25. Она просто провисела. И сейчас заливаем холодной водой. Кстати, вот с появлением коптильня от компании Хобби Смок. У нас вот эти самодельные коптильни, если честно, стали все колом. Ими никто не пользуется. Тут я ещё, кстати, с воздушки стрелял. Проверял, пробьёт, пробьёт. Не пробило. Это вот коптильня холодного копчения с туннелью под землёй. И вот ещё одна коптильня. Это коптильня горячего копчения. Там просто приямок, ведро. Тоже стоит колом. Никто её уже не пользуется. Пока колбаска стынет, пару слов о данной коптильне от компании Хобби Смок. Ну, мы действительно сейчас от самоделок пока отказались. Одну я точно в ближайшее время распилю металлолом, выкину. Ну, одна ещё пускай будет на всякий пожарный. Чем мне нравится вот эта коптильня? Тем, что здесь, если я выставил одну температуру, то она будет стабильно держать одну температуру. Если я выставил 30 градусов, значит температура и будет 30 градусов. Это очень важно. Не надо носиться ни с какими дровами и ловить вот эту температуру. Дым. Щипы насыпал. Я вот насыпаю вот где-то вот столько щипы и хватает на 2-3 часа щипы этой вот так за глаза. Раз разжёг, всё, она там не потухает. Постоянный поток воздуха идёт и всё, дымок идёт, всё коптится и варится. В общем, пока мне эта коптильня очень сильно нравится. Мы её поставили на штатное место. Тут она будет стоять, служить верой и правдой. Ну и сами видели по загрузке. 23 палки, 25 палок бы вошло. Но если были бы они чуть-чуть покороче, то ещё снизу можно было столько же повесить. То есть до 50 палок колбасы можно разместить в эту коптильню с диаметром оболочки в 35 мм. Это что касается загрузки. Если кого заинтересовала данная коптильня, ссылку я оставлю как в описании, так и в закреплённом комментарии. Там же будет промокод, по которому будет 5% скидки на такую ёмкость, как у меня. У меня ёмкость супер. И 10% скидки будет на всё остальное оборудование. Это дымогенераторы, камеры холодного копчения. Так что нам эта коптильня, по крайней мере, точно нравится. Я не думаю, что если кто-то её приобретёт и о чём-то пожалеет. Коптильня реально классная. Всё, сейчас маленько подождём и начнём дегустировать. Отец там где-то в гараже сегодня, ему не до этого. Там весь грязный, с машиной ковыряется с этим УАЗиком. Так что пока вот так. Дегустатора сегодня... За дегустатора сегодня будет только Серёга у нас. Ну и я попробую, конечно же. Ну и в последующем вся колбаса будет под вакуумом. Мешки маленько широковаты, поэтому я порезал колбасу. Занесли домой несколько штучек. Вот так выглядит колбаска. Ну никаких тут бульонных, отёков, ничего нету. Всё как заводское. Осталось только сделать надрез, проверить как она чистится. Ну и конечно же попробовать на вкус. Получить налезай. Чашку наверное надо. Да? Зачем-то чашка что-то. Чашку сложим и всё. С достойки ешь чашку назад ещё будешь. В общем, вот так выглядит срез колбаски. И чистится она. О, здесь вся слезла. Идеально. Здесь аналогично всё это чистится хорошо. Ну и вот так выглядит срез. Всё, есть такая упругость как у заводской колбасы. Так что можно пробовать. Порезал палочку. Вот так всё выглядит в срезе. Вот вся палка разрезана. Есть какие-то небольшие поры. Но это видимо мы то что не плотно набили. Но это как бы ничего страшного. На вкус точно не влияет. Так что можно пробовать. Там у нас вон висит. Да, ещё много. Ну что я могу сказать. Колбаса получилась. Вот она. Маленькая другая оболочка. Это прямая колбаса. Та колечко не была. Но по вкусу особой разницы по-моему нет. Такая же вроде. Мне даже нет маленькой отрицательной. Что с той оболочкой, что с этой. Ну в принципе рецепты один и тот же. И мясо, и приправы, всё то же самое. Продавали. Тебя завтра поставим. Куда ты меня поставишь? На рынок? Ну. Я сам съел на рынок. Я дорог на рынок. Да, его нельзя вон. Я ничего не продать сожрёл всё. До рынка не дойду, да? Всё, надо чаю. Рамасау. Я тебе чаю на рынок. По времени надо ещё кататься на квадрики. Проверить все узлы, ребята. Ничего не… Потихоньку пока катаемся, проверяем его. Далеко не ездим. Техника эта свежая. Так что… Ну что, не обкатанная, да? Ну, обкатанная, но суть в том, что мало ли куда-нибудь уедешь еще. Технику не знаешь, можно сломаться. Да. Так что пока возле дома далеко не катается. Что, тебе чай нанимать? Наливай чаечку, попьем и поедем. Скатаемся, сейчас привезем водички и съездим в лес. Проверим квадрик. Серега пока со своего трицикла резину нам дал. Я себе резину дал. Временно. Не жалею, Макс. Все, короче, сейчас выгоняем и поедем. Попробуем. Нормально. Набирай водички. Нормально. Нормально. Ладно, пока Серега там закрывает флягу, надпись специальная есть. Положи шланг в лоток. Я, правда, маленько не понимаю, но это, видимо, от грязи. Ладно, все в лотке. Но это как бы еще не все пружка на цепочке. Раньше никто бы не взял, наверное. Сейчас могут взять привязанное. Ладно, поехали. Субтитры тихо. Д God of the day. Субтитры material. но это конечно не лужа для него а так сырость сейчас немного еще прокатимся на квадрике здесь около дома проскочим по дамбе покажем дамбу и сколько там воды не воды поехали а мы тут не проедем что тут экскаватор копал тут папа копал да уже на речке делать нечего уже тут все протаяло еще наверное дней 10 не пойдет сюда вот съехал тихонько а лучше чем на муравьер да конечно то есть на реках и тихонько ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая насыпь. Куда мы ехали? Вот такая насыпь за огородом. Тут почему-то стало все в воде. Тут раньше вообще никогда воды не было. Ну, было, но как бы в умеренных количествах. И то не в лесу, а там, в болоте. А сейчас здесь целое озеро у нас. Что-то там нарушили, видимо, короче. Все, по траве покатались, выкидываем траву. Иначе может порвать сальники. Ну, трава дело такое. Тут наматка как-то мотает. Немного катанулись около дома. Ну, проходимость хорошая, без передка, спокойно едет. И резина здесь не такая, как на том, на красном. Здесь своеобразная какая-то елочка. И тут как будто лапа от глухаря. С лета стается, как будто глухарь ходил. Вот такой вот протектор здесь. Ну, хорошая резина. По крайней мере, без передка, везде идет. Вот. Немного катанулись. Там где-то рыжий наш, он лает, нас видит. Он там далеко. Все, они взяли, да. Ладно. На сегодня видео будем завершать. Колбаски накрутили. Квадрик мал-мал подшиманили. Так что день прошел не зря. Всем пока, ребята. До новых встреч. Еще увидимся. Конечно.